Друзья, всем привет! Итак, как же лечить аллергию? Сегодня попытаемся разобраться, покажу на нескольких примерах. Так, начинается аллергия на амброзию обычно в августе месяце, заканчивается в конце сентября. Иногда бывает в зависимости от погоды, может начаться немножко раньше, может начаться немножко позже, там плюс-минус неделя. То есть, может за неделю до августа, может за неделю после начала августа. В общем, заканчивается в сентябре, когда уже амброзия цвела, выпустила свою пыльцу. Люди, естественно, дозу аллергии получили, которые страдают от аллергии и удачно с ней пытаются бороться. Сегодня попытаемся разобраться, как ее лечить. Я покажу препараты, которыми я пользуюсь, которые мне помогают. Ну и хотелось бы сказать о чем. Самое главное, аллергия на амброзию начинается не всегда, с самого детства. Есть люди рождаются с аллергией, а есть аллергия приобретенная. Например, в моем случае, у меня аллергия на амброзию появилась в 30 лет. Я изначально подумал, что я очень сильно заболел, бил кучу лекарств, в общем, ничего не помогало. Уже думал, все, мне хана уже. Думал, не знал, что со мной произошло. Потом, в итоге, когда я определил, что это аллергия, я начал пользоваться препаратами, спреями, антигистаминными препаратами. В общем, эффект аллергии я немножко сбил. В общем, мне стало лучше. Я теперь понимаю, по крайней мере, как с этим бороться. Сегодня хотел бы вам посоветовать несколько действенных моментов. Итак, использую я средства. Покажу далее. Вот одно. Ну и бывает, применяю еще антигистаминные таблетки. Это уже когда совсем плохо, когда чё-то доливает, всё, уже жизни нет. Надо, в общем, пить таблетки. Так, сейчас я ничего не рекламирую, лишь говорю то, что помогает мне. Я думаю, что вам тоже может помочь. Пользуюсь таким средством. Мне помогает с утра. По разу пшикнул, намного легче. Ну, иногда бывает, в течение дня все равно могу чихать. Также приходится пить и всякие антигистаминные препараты. Ну, от этого дела никак. В общем, два месяца напряженные. Когда совсем меня чуха доливает и насморк. Ну, вот это и от насморка помогает, и от аллергии. А когда совсем меня уже чихаю очень сильно, ну, приходится таблеточку такую выпить иногда. Ну, не каждый день. В общем, пью. Не покажу, что с другой стороны, чтобы мне сказали, что это реклама. Сразу говорю, вылечить вам, скорее всего, аллергию на абрузию не удастся. Так как многие аллергологи советуют там начинать лечение заранее. Они там вроде как вырабатывают типа антитела. Ну, на самом деле это все ерунда. Потому что затем, потом все равно эта аллергия появляется. И плохо от вашего лечения. Единственное, отдадите целую кучу денег. В общем, если вы аллергию на абрузию приобрели, уже собирайтесь с ней жить до конца жизни. Это же никак. Ну, единственное, что нам самое важное, это подавить эти симптомы, чтобы они не так ярко выражались. В общем, чок, насморк, это все дело убирать надо. И тогда, в общем, нам как-то будет легче. Естественно, на два месяца за это позвольте с терпением. Кто, например, только с этим столкнулся, с сегодняшнего видео узнает некоторые новости. Поэтому два месяца вот готовьтесь. А вот сентябрь, это 100% гарантия. Придется вам терпения набраться. Чок постоянный. Будете принимать лекарства, будет намного легче. Итак, друзья, сегодня я посоветовал вам, как лечить аллергию. Ну, скажем так, не лечить, а облегчить ее симптомы. Если вам мои советы пригодились, обязательно оцениваем видео, заходим на канал, подписываемся. На канале еще много чего интересного.